Безбеседа святителя на затону, что в Москве 11 глава 21 стих Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Мефсаида Никто не станет в одно и то же время порицать Так же, как и хвалить вещей противных Так, например, кто любит человека веселого и роскошного Тому не может нравиться печальнее и суровое Невозможно в одном и том же предмете, в одно и то же время думать и так, и иначе Потому-то Иисус и сказал Мы играли вам, нас свирели, и вы не плясали То есть я вел жизнь не строгую, и вы не покорились мне Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали Матфея 11, 17 То есть Иоанн проводил жизнь строгую и суровую, и вы не внимали ему Впрочем, Иисус не говорит, что Иоанн вел тот, а я другой образ жизни Но так как оба они имели одну цель, хотя дела их были различны То как о своих, так и о его делах говорит, как об общих И то, что они шли противными путями, происходило от их великого согласия, направленного к одной цели Итак, какое же вы можете иметь оправдание? Потому-то Спасители присоединив, и оправдана премудрость чадами ее То есть, хотя вы остались неубежденными, но уже не можете обвинять меня, как и о Боге Отце, говорит Порок Так что ты праведен в приговоре твоем Хотя Бог и не видит никакого плода своего о нас попечения Однако, со своей стороны, исполняет все, чтобы людям, бесстыдным, не оставить ни малейшего повода И безрассудным сомнениям А что Господь употребляет простые и неблагородные сравнения, то не удивляйся этому Он говорил так, приспособляясь к немости слушателей Так и из-за Кииль часто употребляет сравнения приличные иудеи, но не сообразны с величием Божьим Но и это есть дело особенного попечения Божьего о нас Но смотри, как иудеи иным образом запутали себя в противоречивых мнениях Сказав об Иоанне, что он беса имеет, они неудовольствовали с этим Напротив, и об Иисусе, который избрал пять путь противный, утверждали то же самое Так всегда они вдавались в противоречивые мнения Аминь Аминь Завтра восемь